Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска, 1.6 на механике. Здесь получается 141 лошадь у двигателя. Проблема какая? Периодически выскакивает ошибка P0011. Эта ошибка обозначает, что идет рассинхронизация фаз газораспределения, смещения фаз газораспределения. Здесь ременный привод и фазорегуляторы стоят. Часто бывает, что у них из строя как раз эти фазорегуляторы выходят. Но когда они выходят из строя, идет, как описывают, дизеление, звук. Здесь особо этого звука нет. Но здесь есть другой звук. Когда на автомобиле даешь газу, такое впечатление, как будто позднее-позднее зажигание. Такое ву-ву-ву. Гул идет, эхом отдает во впускной коллектор. Непонятно, хлопков нету, ничего нету. А вот именно такой, как гул резонирующий. Сейчас поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и открываем капот. Под капотом уже будет видно, что мы там будем делать. Будем постепенно разбирать и смотреть. Двигатель здесь 1.6 Экотек. Снимем мы корпус воздушного фильтра. Снимем мы подушку правую под фильтром, стоит под корпусом. Двигатель мы поддомкратим спереди, за поддон. И к тому же будем снимать кожуха и будем снимать шкив коленвала. Но в процессе будем смотреть. Еще не приходилось таким двигателем возиться. Поэтому буду вместе с вами обучаться. Колесо открутил, снимаем. И снимаем наш локер под крылок. Снимаем у него по кругу клипсы, где есть саморезы-саморезы. Снимаем здесь торкс Т-25. И демонтируем целиком локер. Торкс здесь не Т-25, здесь Т-20 торкс. Клипсы снимают слегка. Здесь вот у них есть сверху, ну видно с одной стороны, вот такой паз под отвертку, чтобы поддеть. Ну так как они грязью забиты, проходите по кругу, чтобы их не сломать. Чтобы их еще можно было использовать. Вот так по кругу проходите. У кого есть, можно такими фиксаторами подтягивать их. А дальше уже под клипсу и клипсу вытаскивать. Вот она, она остается целой. Снял клипсы. И снимаем локер. Для чего его снимаем, чтобы нам удобно было вот здесь подобраться. К шкиву коленвала. К ремню приводному. Снял защиту. И здесь вот у нас крепление коробки с двигателем. Вот где привод. Болт снизу на 15. Вот я его ослабил. А сверху болт на 18. Снимем пыльничек, который у нас закрывает. Вот он, пыльничек. И под ним мы сможем добраться до маховика. Зафиксировать маховик, чтобы открутить болт шкива коленвала. Его можно полностью не снимать. Ну, я сниму полностью. Для удобства сейчас покажу. Вот такой вот пыльничек. И вот видно, открылся доступ у нас к зубьям коленвала. Через них мы сможем зафиксировать коленвал. Берем головку на 19. Вот я... Здесь есть такой отлив. 12-гранный. Именно не 6-гранный. 12-гранный. Одеваем на него головку. Берем шестигранник. Ну, шестигранник, сверло. У кого что есть подходящего диаметра. Вот отверстие для фиксации. И натягиваем натяжитель вниз. И вставляем фиксатор. Все. Вот так у нас ремень освобожден. Видите, он болтается. Скидываем его с натяжного ролика. И уже можем снимать его. Теперь откручиваем и снимаем сам натяжитель. Здесь получается головка Ешка. Е14 головка. Да, Е14. Откручиваем центральный болт. Е5. КОНЕЦ Не, не надо его, он так выходит Что получается Снизу мы основное сейчас здесь сделали Теперь мы опускаем автомобиль И разбираем сверху Опустил автомобиль Снимаем корпус воздушного фильтра Сзади, снизу раскручиваем хомут На гофре воздухозаборника Хомут я раскрутил Теперь снимаем разъем Берем вот так вот Вот этот серый фиксатор Отщелкиваем Нажимаем Вот эту собачку И снимаем разъем Снимаем клипсу с корпуса Вот она просто задвигается Выводим шланг Гидроусилителя И поднимаем Корпус вверх Сидит он на резинках Закроем нашу дроссельную заслонку Чтоб туда ничего не попало Сверху дроссельная заслонка чистая Возьму перчатку старую Ослабляем Гидроусилитель И снимаем ремень с гидроусилителя Интересная конструкция здесь у гидроусилителя У него нет натяжителя У него кронштейн стоит в жесткую Он силуминовый Забавно Но здесь как и видно На шкиву нету бортика наружного Высокого Только этот бортик Под зуб Я думаю что ремень Заводится и снимается Путем Стаскивания Вот так Ну честно говоря Геморройная какая-то штука А как вот Забавно Упростили систему Как я и говорил Не приходилось с таким связываться Четыре ПК-643 ремень стоит ЖМ Мадын Чайна Я не видел еще ЖМ Чайну ЖМ Мадын Корея 6 ПК-1557 Ну в принципе Все ролики Шкивы, помпа Генератор Не шумит Все живое Сейчас мы поддомкрачиваем двигатель И снимаем подушку Головочка здесь на 15 Срываем все болты Здесь их получается 5 болтов на крепление И одна гайка Снизу я двигатель поджал Откручиваем Откручиваем Все открутил я Теперь берем И поднимаем Подушку Также снимаем Теперь вот этот кронштейн Головка Головка у нас на нем Также на 15 Здесь получается Три болта Откручиваем их Так, открутил И снимаем И снимаем его Теперь снимаем мы крышки Вот Защелки на крышках стоят А крышка Все равно резонирует Поэтому Кому Посторонние Всякие звуки Не нравятся Когда собираете Возьмите тонкий слой Тремовского скотча И вот эти места Поставьте на скотч Снимается он легко Но он не будет Вот этих звуков давать Резонирующих Когда двигатель работает Здесь головочка Ешка Но у меня есть Такие Универсальные Головочки Я уже не Ешкой Откручу Откручу Вот этой головкой Она Удобно Подходит Здесь В данном случае Подходит Головка 8 миллиметров Вот она Вот они Наши Фазорегуляторы Я так подозреваю Что Быстрее Всего Вот этот У нас Нормальный И не работает Нижнюю крышку Пока мы не снимаем Сейчас мы Снимем Катушку Здесь Бита У нас Сейчас скажу Насколько Т-40 Бита Тоже Геморройная Катушка Одна Вылетает Целиком Модуль Менять Нужно Нужно , потому что Мне Выставляем верхнюю мертвую точку по меткам и откручиваем шкив коленвала. Вот они наши метки, здесь пупурышка, а здесь вот точка, они должны быть друг напротив друга. Так же смотрим внизу на коленвале, а на коленвале мы сейчас не поймем. Так, ну, здесь метки у нас стоят, как видно на месте. Шкив я открутил, здесь E18 головка. Зафиксировал отверткой, как я вам и говорил. Снимаем шкив и смотрим метку на коленвале. А метка у нас смещена. Сейчас я фонарик возьму. Вот, смотрите, метка смещена на ползуба. А почему это так происходит? Варианта 2. Либо оба фазы регулятора у нас неисправны и ушли. Либо у нас настолько сильно растянулся ремень ГРМ. Вот эта метка должна быть параллельна вот тому отливу на блоке. Здесь метки стоят ровно. Вот отсюда и неисправность. Кстати, здесь уже лазили заглушки, видно, набиты. А говорил, что не лазили. Кто-то что-то уже здесь ковырял. Ладно. Экспериментируем дальше. Сейчас снимаем клапанную крышку. Для чего мы это делаем? Чтобы нам зафиксировать распредвалы, чтобы открутить заглушки, а потом открутить болты. Ну и снимаем нижнюю крышку пластиковую. Откручиваем ее. Она также торксами крепится. То есть не торксами, а головкой Е. Я сейчас скажу, насколько там Ешка. Головочка Е10 на крепление крышки ГРМ. Откручиваем. И также, по-моему, Е10 у нас крепление клапанной крышки. Да, тоже Е10. Не надо там ничего расщелкивать, никакие крышки снимать. Эта проводка сидит на защелках. Вот так вот. И сзади тоже вот это сидит так, на защелках. Снимаем разъемы с датчиков. Вот эти желтые фиксаторы подвигаем. Нажимаем разъем и снимаем. Также здесь отодвигаем желтый фиксатор. Нажимаем и снимаем. Отключаем проводку, которая у нас идет на кондиционер. Но перед этим обязательно снимите минусовую клемму аккумулятора. Я ее снял, я этого не сказал. Отключаем кондиционер. Отключаем weniger. Отключаем. Продолжение следует...